Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Мазин Холлиплей первых серий. Мы здесь Кирилл Путбулови, итак, сегодня мы посмотрим работу мусоровозчика, или водителя мусоровоза, называть как хотите, в принципе. Сейчас мы едем, со мной администратор Дмитрий Чабан, привет тебе, если ты это смотришь, конечно. Я, чуваки, перестану полностью игру, у меня сейчас диски, ну, мод на диске не стоит, поэтому я взял Ямаху, потому что Бэха и Мэр смотрятся очень колхозно на обычных дисках. Поэтому я взял Ямаху, на принципе едет 134-140 километров, я думаю, этого вполне хватит, чтобы доехать нам до Арзамаса. Я решил именно в Арзамасе, сейчас там устроимся на эту работу, и потом уже поедем, возьмем грузовик. Я знаю, где они стоят, поэтому проблем у нас с этим не будет. Ставьте лайки обязательно, и подписывайтесь на канал, погнали. Так, администратор ушел. Как мне нравится этот мотоцикл, просто, блин, благодаря тому, что его причиповал я, он так теперь круто валит, просто, как настоящий спорт. Я просто так всех дергаю, реально. Ну, конечно, Бэху я не дернул, но с Мерсом еще могу потягаться более-менее. Ну, реально, остальные все тачки просто дергаю. Какие 150 не ехали раньше, я их просто нехуй делать дергаю. Разгон у Мотика очень хороший. Прям очень хороший. Поэтому всем советую покупать себе Ямаху и тюнить ее. Ямаха стоит лям с половиной, по-моему, да? Ну, бум можно найти за 1.4, там, за 1.3. Плюс сложить в нее 400 тысяч, если она без тюнинга, то, блин, до 2 лямов у вас выйдет. Я Ямаху, наверное, эту не буду, решу, никогда не продам, но вообще нету желания продавать. Вообще просто нету. Я вчера на ней подарки собирал. Я уже собрал где-то, ну, подарков 40. Я не думаю, что нету смысла, короче, снимать видос про подарки. Вообще нету смысла, потому что уже, блин, все, кому не лень, просто сняли про подарки. Поэтому, хочу скорость не показывать, какая. Ладно. Короче. Кстати, очень важная инфа насчет Фомы. Я никого не выгонял. А то мне огни не пишут, типа, зачем тебя я выгнал. Я никого не выгонял. Я случайно удалил Фому. Я хотел написать Лавы или внутрь организации. Написал случайно Фе Лавы. В итоге, разформировал я семью. Я созалжу новую семью, поэтому находите меня. Пишите мне там, у меня номер 66 и 4 тройки. Чтобы я вас принял в семью обратно. Как бы я принимаю всех. Так. Водитель мусоровоза. Вот. Все. Устроились мы. И давайте поедем. Возьмем машину мусоровоза. И будем работать. Так. Здорово. Давайте посигналим. Напишу. Он видит, что у меня мут, короче. Да, пацаны. У меня мут, короче. Еще на 2 часа. За оскорбление, как бы. Ну, кто был на стиму Тимохе, тот знает, короче. Так что, блядь, я вообще не туда поехал. Ладно, сюда сейчас приедем по Барику. Хоп. Полеечки, полеечки. Оп. Тут надо было немного сюда съехать. Ну, обнова нас радует, конечно. Но я бы не сказал, что она охуенная прям. Серьезно. Ну, тот язык не повернется сказать, что она прям охуенная. Да, есть и плюсы, есть и минусы, конечно. Я вообще играю на старом отпаке. Новый очень сильно лагает. Я не советую вам его даже ставить. Давайте сейчас доедем по Барику. До машин мусоровоза. Они здесь недалеко должны быть. Где-то и подарок находится один. Сейчас я вам покажу его, кто не знает. Ну, я там уже подарок брал. У меня остались самые трудные подарки, какие я не могу найти. А так у меня список есть, кстати, тоже в моей группе ВКонтакте. Полный список. Вот здесь подарочек находится. А нам нужно вообще переодеваться там или нет? Ну, что я по всему, нет. Ну, окей. Давайте здесь оставим машину. Тащим мотоцикл наш. Оп. Всё. Берём машину. КамАЗ. Так, 4000 аренда стоит мусоровоза. И сразу едем на чекфоинт. Я думаю, будет круто. Позвольте, как мы грузить будем вообще мусор этот. Мне интересно. Или он просто грузится, как в процентах. Либо нам надо выходить там. Бла-бла-бла там и так далее. Сейчас посмотрим. Нам потом это всё нужно везти будет на свалку, как я понимаю. Свалка есть, по-моему, в Батырево, я точно знаю. И где-то ещё должна быть свалка. А, возле Кремля. А чё делать вообще надо? Эм. Бреда я, овощи, я не знаю. Чё делать надо? Так, ладно. Допустим, мы так остановимся, выйдем. Ёбаный в рот. Вот чё, Вася. Блин, нормально, кстати. Я думал, будет... Вообще полная хрень. Типа, подъехал, но со мной загрузилось, и всё. А тут надо мешки кидать, пацаны. Нормально. Мне по кайфу. А, ну давайте от первого лица ещё поедем. Ммм, да, я передумал. Так, да, на бочку на сеть. Куда у нас следующий чекпоинт у нас? В Рыжевск, да? Окей. Ну, поехали в Рыжевск. Так, там возьмём контейнер. Так, следующий контейнер. Давайте его возьмём. Хоп. И хоп. Всё. Всё так легко и просто. Сочи, чекпоинт появляется только когда мы садимся в тачку. Это довольно-таки круто проработано. Так, теперь нам в Бусаево ехать, да? Да, нам ехать в Бусаево, поэтому мы сюда выезжаем и едем в Бусаево. Как раз мой дом там рядом. Вообще по кайфу. Так, у нас фура впереди. Так, мы вот почти уже доезжаем. Это у нас какая-то стиловая, да, походу? Нет, ну это уже более реалистично хотя бы. Так. Вот, останавливаемся. Даже не у нас у стиловая есть. Ну, нормально. Так, теперь нам куда нужно ехать? Ещё нужно, наверное, возить. Вызорвали самосвал. Проверение. Не, ну надо, надо ещё ехать, да, куда? Давайте сразу посмотрим, куда, потому что у меня карта не прорисована. Ага, в Арзамас обратно. Ну, окей, поехали, чё. Интересно просто, когда на свалку будем ехать уже, чтобы гружать. Я уже хочу посмотреть на весь этот процесс. Как это будет проходить. Мне придётся мешки обратно вытягивать. Либо оно всё сразу выгрузится. Ну, посмотрим. Живёт, пацаны, конечно, этот... Камаз как Камаз, реально. Потому что, блин... Советую вам сразу заправляться. Потому что это пипец. Реально он жрёт много. Так, глушимся. Так, фил. Вот, 50 литров хотя бы зальём. Потому что, блин, тоже много заливать не хочу. Потому что, блин, надо хотя бы свои деньги отбить. Я не знаю, сколько здесь заплатят. Ко мне обратно оттпхнулся админ. Дмитрий Чабан. Сейчас доедем. Я не знаю, сколько надо мешков здесь загрузить. Но, судя по всему, немало. Поэтому, едем дальше. Так, вот следующий мусорник. Оп. Аккуратненько. Просто миллиметровочка. Так, выходим. Хоп. И хоп. Блин, когда уже мне... Я хочу уже на свалку ехать. Так. Управление. Угу. Куда ехать дальше? Только не идите обратно в коряки на Любу Сайва, да? Ого. Аж туда. Конечно, сильно. Надо побольше бензота тогда заправить. Потому что, блин, мы так не доедем. Я думаю. Так. Фил. 30 литров. Ещё заправим. И можно отправиться в путь. Ваш Баткарина, блин. Оно ж не задействован. Зачем там? Я не понимаю, зачем туда аж ехать? Это как-то сильно далеко. Ладно, чё, поехали. На самом деле, ехать долго, блин. Мне сейчас жутко просто лагает. Я не знаю, почему. У кого напишите от этого нового мода? Тоже лагает. Как по мне, он вообще не оптимизирован и лагает очень сильно. Даже когда я не снимаю, понимаете? Вот свалка здесь есть. Надеюсь, сейчас мы вот Карина возьмём тоже мусор и поедем сюда выгружаться. Потому что, блин, как-то долго всё длится. Потому что я уже работаю почти полчаса. Если мне заплатить какие-то 5000, то эта работа того не стоит. Так, мы уже почти доехали. Блин, ну почему так лагает жёстко? Я не понимаю, меня это бесит. Понимаете, я полностью перестанул игру. Установил старый модпак. Но лагает, пиздец. Извиняюсь за мат, но реально, блин. Почему такой не оптимизированный мод? Я не понимаю, блин. Ну можно было это как-то предотвратить хотя бы, блин. Ну потому что на пятый сервис сначала залили. Как бы он по-любому там так само лагал. Хотя нет, у меня там таких лагов не было, по-моему. Да, вроде таких лагов не было. Но здесь лагает жёстко, блин. Либо на пятом оборудовании лучше, что я не хз. Так, а чё чекпоин просто берём? Эм, даже мусорника не было, чтобы вы понимали. Давайте дверь закроем, а то администратор по СНТП ходит, дверь не закрывает, негодяй. Поэтому закрываем двери и едем. Так, теперь куда нам ехать, мне интересно. Сейчас карту откроем, посмотрим. А, ну окей. Я думал куда-то далеко-далеко, далеко, есть земля. Хе-хе, вообще дефтима была, ну ладно. Какую-то песню просто вспомнил. Там далеко-далеко есть земля. Та-ра-та-та-та-ма. Сохотел с дальнобойщиком поработать, но про дальнобойщиков я уже снимал. Поэтому, ноу. Ноу. Может, не знаю, там на стрима будем дальнобойщиком работать. Ну, работа дальнобойщиком прикольная, кстати. Мне вообще по кайфу. Так, берем мусорный. Оп. Все. Только мусорников нету, вот в чем проблема. Так. Эээ, теперь куда? Куда-то хуй знает куда, да? Блин, а что так много, блин? Я не понимаю. Серьезно. Че так много ездить надо, понимаете? Я уже работаю почти полчаса, реально. Ну, ладно, поехали. Меня бесит. Обновь была бы лучше, если, блядь, не лагала, понимаете? Хотя бы не лагала. Потому что это, это жопа просто. Сейчас сильно лагает из-за того, что я еще снимаю, наверное. Ну, блядь. Даже когда не снимаю, просто лагает, пиздец. Меня это реально очень раздражает. Почему? Если новому модпаку установить, вообще вы играть не сможете. Вы тупо играете минуты, и все, игра зависает. Но это лично у меня так. И у Тимохи так было. Короче, блин, ну это пиздец. Других слов у меня просто нету. Могли бы хотя бы как-то, блин, оптимизировать этот мод. Потому что, блин, играть реально очень противно от этих лагов. Очень прям противно играть из этих лагов. Ну, блин, что делать? Приходится терпеть, пацаны, блядь. Я же ничего с этим не делаю. Даже если без модпака будете играть, у вас все равно будет полагивать. Круто просто, круто. Блядь, вот мне интересно, каким нахуй образом я должен туда заехать. Блядь, каким образом. Мне интересно просто. Можно, блядь, узнать, каким нахуй раком я туда должен заехать? Не, ну это пиздец, чем вы сказали. Это пиздец. Ну как я должен туда заехать? На своему сыровойся, блядь. По полям, чтобы меня посадили, да, на 3 часа, блядь. Сказали, ебать, нихуясь, это, блядь, негодяй. Да. Надебаю, надо вот так нести его, нести. Конечно, блин, не все они продумали. Блин, ну ладно. Придется походить немножко. Только, блядь, я, походу, не дай, не пройду, да? Охуенно просто. Вот, хорошо, что, блядь, чекпоинт достал. А так бы, вот, что бы я так сейчас сделал? Что бы, вот, что бы я делал себе, разы, подальше поставил, блядь. Ну, пиздец, конечно. Ну что, ладно, поехали. Дальше. Куда нам дальше ехать? Блядь, вы че гоните? А сколько мне так делать, раз? Блядь. Ну ладно, поехали. Понимаете, я уже полчаса работаю. Может, дать чуть больше. Когда, блядь, уже он загрузится, этот полностью грузовик? Я без понятия. Ну ладно, поехали. И учитывайте то, что я полный бак заправлял. Уже, блядь, половины нету. Поэтому бензин уже пипец как просто. Так, и снова мы у Бусаева, короче. Блин, я не знаю, сколько надо ездить. Блин, это пипец. Я уже 40 минут работаю. 40. Если мне заплатить какие-то 5000, это того реально не стоит просто. Лучше, блядь. Блядь, надо ли в бочках работать, конечно же. Это вообще, блин. Блядь, я не знаю, короче. Ну это сильно много работать надо как-то, блядь. Я на такое не подписывался, если че. Может, вообще тут бил бесконечно, нахуй. О, та ты шо, блядь. Все люди на свалку, GPS. Я уже знал, куда ехать. Батырь его сейчас поедем, вырузим. Неужели, блин. Короче, я так понял, у нас примерно идет 45-50 минут на эту работу, пацаны. Сейчас посмотрим, сколько нам заплатят. Потом уже я сделаю вывод. Стоит оно того или нет. Не, ну понятно, вы там пишите скилл, там вся хуйня. Понятно, если скилл прокачать, то вы будете получать дохуя. Но изначально ездить 45-50 минут, чтобы просто вот так вот получить сейчас 5 тысяч, это бред. Лучше скачать скилл на дальнобоях. Я думаю, вы сами это прекрасно знаете. Но не будем загадывать, сейчас посмотрим, сколько нам все-таки заплатят. Не, вот прикиньте, если вас так возьмет и крашнет. Я думаю, бомболейла, будет пиздец. Как и у меня бы была бы, если меня сейчас крашивало. Надеюсь, этого не произойдет. Ну, вы сами понимаете, да? Всю суть происходящего. Если, блядь, крашнет, это пиздец, ну. Блядь, это полная жопа будет. Вы 50 минут работали, и вас крашат. И вы тут не доезжайте до свалки просто. Какой же долбоёб, боже мой. Из-за него еще... А, хотя у меня было 6 звезд. Невелика потеря, ну ладно. Но все равно, блин. На что он рассчитывал, блядь? Что, я остановлюсь, посажу его и повезу, куда ему надо. Блядь, ну... Хотя этот чувак, ну, я его знаю вроде бы как. Он не рыжик, у него просто скин рыжика, блядь. Но скин ему... Его уму, блин, походу... Как раз, как надо. Потому что, блядь, прыгать под колеса КамАЗа, блядь. Это пиздец. Это... Сколько ума нужно, блядь, чтобы прыгнуть под колеса КамАЗу, блядь. Груженому тем более. Ну это пиздец, конечно. Кстати, свалку можете сами выбрать. Одна есть в Кремле, одна в Батырево. Ну, блядь, я выбрал поближе Батырево. Хотя, блядь, если ехать через ферму... Ну, блядь, всё равно в Батырево лучше съездить, я думаю. Сейчас потихонечку доедем, выгрузимся, посмотрим, как нам заплатят. И я уже вам скажу, стоит оно того или нет. Потому что, блядь, ну, 50 минут такое, знаете. Ммм, да. Тем более, это КамАЗ едет 55 километров максимум. Скорость велика, да? И расстояние между чекпоинтами очень большая. А КамАЗ очень медленный. И много бензина жрёт. У меня ушло примерно 170... Не, не 170. 120 литров бенза, короче. Понимаете? Ну, до хрена как-то он жрёт прям, до хрена. Так, вот бы подержаем. Чё дальше делать? Я хз, хз. Так, ладно. Чё делать надо? Если вы хотите завершить работу, напишите END. Пишем END. Ключ работа мусоровозчика. 6355 за это? Вы серьёзно? Я работал 50 минут, чтобы получить 6 тысяч? Не, пацану этого не стоит. Лучше работать, не знаю, блядь, на дальнобойщиках и всё. Потому что 6 тысяч, блядь, ну... Ну, такое. А ну, G-скил. Чё там, скилл прибавился вообще? Водитель мусоровоза, плюс один скилл. Ну, блядь, представляете, вам... У вас будут уходить час за то, чтобы... Плюс один скилл. Понимаете? Ну, такое. Короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, если не подписан. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok